Вечер на седьмом в эфире. Я Вячеслав Касим. И сегодня мы поговорим о том, как может закончиться война на Донбассе. Говорить об этом мы будем со спикером специальной миссии ОБСЕ в Украине. Это миссия, которая занимается наблюдением за ходом событий в Донецкой и Луганской областях. У нас в студии Михаил Бацюркив и его переводчик Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, первый вопрос. Объясните, пожалуйста, в чем заключается работа вашей миссии? Что делают ваши люди и сколько их там на Донбассе? Спасибо большое за то, что вы нас пригласили. Очень приятно снова находиться в Одессе. И в этот день мы сегодня приехали в Одессу для того, чтобы провести конференцию по диалогу между различными группами по медиации. Одесса – это один из десяти городов, где базируются офисы нашей миссии. У нас сейчас 350 наблюдателей из 41 страны мира. И в середине января мы думаем, что мы достигнем 500 наблюдателей по всей Украине. И в этот момент 2 трети наблюдателей будут находиться в Луганске и Донецке. Очень важно подчеркнуть, что мы не вооруженная гражданская миссия. Мы находимся здесь по приглашению украинского правительства. И в принципе наш мандат разделен на две части. Первая часть – это мониторинг наблюдения за ситуацией по безопасности. И вторая – это облегчение диалога. Здесь, в Одессе в частности, мы занимались налаживанием диалога между двумя сторонами, между двумя конфликтующими сторонами после известных нам событий 2 мая. И люди, которые интересуются нашей работой, нашими отчетами, они могут на нашем веб-сайте посмотреть ежедневные отчеты, которые мы публикуем по нашей деятельности во всех точках Украины. И один последний вопрос – это мы также имеем ввиду предупреждения системы. Например, сейчас мы видим очень страшные движения в северной Украины, в связи с ситуацией обычных людей, у которых нет электричества, газа и газа. Также мы очень обеспокоены ситуацией с людьми, которые находятся сейчас в зоне военного конфликта. Мы имеем в виду гражданское население, которое страдает от нехватки продуктов и, в общем-то, абсолютно вещей первой необходимости. Поэтому мы стараемся держать мировое сообщество в курсе этих всех проблем и таким образом доносить до них информацию. В чем состоит работа миссии, кроме составления отчетов? У нас очень много различных видов деятельности. К примеру, за последние три недели нашей миссии удалось договориться об открытии доступа рабочим, которые смогли починить водопровод и подачу электричества восстановить в несколько сел, которые находятся близко к линии фронта и пострадали очень сильно от бомбежки. Также вы, наверное, знаете, что за последние несколько недель мы организовали доступ экспертам к месту авиакатастрофы самолета малайзийских авиалиний для того, чтобы они могли собрать там остатки самолета, личных вещей и так далее, и провести дальнейшую экспертизу. Также, может быть, это не всегда есть в заголовках и на первых полосах средств массовой информации, но мы участвуем в процессе переговоров об обмене пленными и также мы решаем проблемы с журналистами, которые попали в трудную ситуацию в связи с этим. Также я должен сказать вам, что каждый день к нашим наблюдателям нашей миссии обращаются обычные гражданские люди в зоне конфликта с просьбой о помощи, и мы напрямую не можем оказать их помощь, но мы можем передать их просьбу тем непосредственным организациям, которые помощь оказать могут. So, finally, you know, because we have such a large presence in Ukraine, we're pretty much the eyes and ears of the international community on the ground, in the conflict zone, and when we see unusual events or shelling or artillery being moved, we report that as honestly as we can. Также благодаря тому, что у нас есть так много наблюдателей непосредственно в зоне конфликта, уши, глаза наших наблюдателей, мы видим передвижение каких-то странных, может быть, грузовиков, либо артиллерийских каких-то объектов, и мы обязательно включаем это в наши отчеты. Вы можете идентифицировать эти грузовики, эту технику, как принадлежащую Российской Федерации? Well, we have reported over the past several weeks of large, unmarked military convoys moving from the east towards Donetsk. За последние несколько недель мы отчитались о том, что мы видели большой военный конвой без опознавательных знаков, который двигался с востока в сторону Донецка. Также мы отчитались о том, что в городе Луганске мы видели людей в камуфляжной форме с российским флагом на форме. Другими словами, мы отчитываемся лишь о том, что мы видим своими глазами, и мы предоставляем другим людям делать выводы и думать. And on that point, I think it's very, I should say, it's very hurtful to us when on social media people write that we're blind or we're useless because our monitors take enormous risk to report the things that I've been talking about. Поэтому нам очень больно, когда в социальных СМИ, в социальных сетях мы читаем, люди пишут, что мы слепые, мы бесполезные. И вы же понимаете, что наши наблюдатели подвергают свою жизнь опасности, они находятся в зоне конфликта. И для того, чтобы передать эту информацию, они многим рискуют? В сентябре этого года на востоке Украины было объявлено о прекращении огня. И по факту это прекращение огня не удалось его зафиксировать, поскольку и обстрелы, и боестолкновения продолжались. Ваши наблюдатели проводили ли наблюдения, следили ли за тем, кто и почему нарушал режим прекращения огня, о котором было договорено в Минске? В первую очередь, конечно, очень печально, что через столько недель после подписания Минских соглашений мы, к сожалению, не приблизились к прекращению огня. И один из главных моментов Минских аккордов был для тяжелой артиллерии, тяжелые оружия, чтобы превратили обратно. В первую очередь, Минские договоренности включали в себя пункт о том, что тяжелое вооружение должно быть перемещено из зоны боевых действий, зоны конфликта, но мы не видели ни одного объекта тяжелого вооружения, которое было оттуда, собственно... За последние 48 часов в районе Донецка наблюдается спокойствие, но до этого мы наблюдали эскалацию боевых действий, было больше бомбежек. Что касается бомбежек и обстрелов, мы стараемся всегда попасть на место, где это случилось, понять из какого вида оружия это было произведено, но с какой стороны стреляли или бомбили. Но, к сожалению, мы не можем идентифицировать, кто конкретно стрелял или кто конкретно бомбил. И я надеюсь, что люди понимают, что это очень такой тонкий момент. Мы отчитываемся только о том, что мы действительно конкретно увидели. Ваша миссия, вот именно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, она принимала участие в подготовке переговоров в Минске? Что касается минских переговоров, то они проводятся, это немного отдельная история, они проводятся так называемой трехсторонней контактной группой. Вы видите там представителя Украины, представителя Российской Федерации и также посла Тальявини из швейцарского главенствующего офиса ОБСЕ. Переговоры, как правило, проходят за закрытыми дверями в режиме молчаливой дипломатии. Мы единственное, чем можем им помочь, это логистически или какими-то другими средствами, если они обращаются к нам за помощью. И я хочу, чтобы вы поняли, что есть очень четкое разделение труда. Есть специальная мониторинговая миссия, которая работает здесь, на земле, наблюдает. И есть трехсторонняя группа, которая непосредственно занимается переговорами. И, наконец, наш главный монитор, Амбассадор Апакан, has many, many times said that the way to long and enduring peace is to hold ourselves to the principles of the Minsk documents. И, в конечном итоге, хочу вам подчеркнуть, что глава нашей миссии, посол Апакан, очень много раз подчеркивал, что поддержание мира и перемирия в соответствии с минскими договоренностями является важнейшей задачей. Ваши наблюдатели, наблюдатели специальной мониторинговой миссии присутствовали на переговорах российских и украинских генералов в Донецке. Вы помогали организовывать эти переговоры или были там просто наблюдателями? Это еще один момент, который я хотела бы разъяснить. Это абсолютно отдельная организация. Мы наблюдаем за их работой, но мы не есть частью Центра контроля и координации. Их центральный офис Центра контроля и координации расположен в Дебальцево, и также у них есть филиалы в различных городах в области Донецка и Луганска. В состав координационного центра входят военные представители Министерства вооруженных дел Украины, российские генералы... Да, Минобороны. И российские генералы, но мы никоим образом не принимаем участие. И мы думаем, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске в очень ближайшем будущем, мы надеемся, приведут все-таки к достижению перемирия и соблюдению режима прекращения огня. Но вот что делать с этими российскими генералами на этих переговорах? По отчетам ваших наблюдателей, в каком качестве выступала там российская сторона на украинской территории? Скорее всего, этот вопрос нужно задать украинскому правительству, потому что они находятся на территории Украины по приглашению украинского правительства. Но, опять же, наша роль – наблюдать за их работой и передавать эту информацию международному сообществу о том, что мы видим здесь, на земле. Видите ли вы ближайшую перспективу прекращения войны на Донбассе? Как сказал сегодня на пресс-конференции посол Апакан, Пришло время для мира, для прекращения кровопролития, для прекращения боевых действий. Слишком много людей уже пострадали, слишком много погибших, слишком много раненых и слишком много переселенцев мы имеем в результате этих боевых действий. И за последние недели мы видели очень много ужасных картин. Мы видели села, которые практически полностью уничтожены, разгромлены. Мы видели людей, которые неделями не получают зарплаты. Мы видели переселенцев, которые вынуждены были покинуть свои дома. Единственным их желанием сейчас является мир и вернуться обратно домой. И также большую проблему мы видим в том, что люди, которые остались практически без места жительства, бездомными, как они собираются пережить зиму без отопления, без электричества, без условий для жизни. Мы не должны забывать о том, что уязвимая группа населения находится не только в зоне конфликта, но и на линии фронта. Это села, которые постоянно попадают под бомбежки, под обстрелы. И также мы не должны забывать о огромном количестве переселенцев, которые вынуждены были уехать из зоны конфликта. Ситуацию на территории, захваченной боевиками ЛНР и ДНР, сейчас часто называют гуманитарной катастрофой. Там нет денег, очень часто нет воды, проблемы с электричеством, отоплением, нет продуктов. Готовы ли вы согласиться с такой оценкой и сказать, что это гуманитарная катастрофа? Сказать, что гуманитарная ситуация крайне негативная, это не преувеличение. Даже люди, находящиеся в зоне конфликта, у которых были какие-то ресурсы, не могут сейчас получить пенсии, не могут получить свои средства, которые были в банках. Мы фиксировали в наших ежедневных отчетах данные о разрушенных домах, школах, детских садах, других зданиях. И о селах, которые находятся вдоль линии фронта, которые уже очень долгое время находятся без электричества, без воды, без отопления. Опять же, как мы можем помочь? Мы можем сообщить об всех этих проблемах, о всех этих угрозах международному мировому сообществу. И таким образом способствовать поступлению помощи этим людям. 12 декабря должны состояться очередные переговоры в Минске. Понятно, что вы не можете сказать, что вы ждете, что они будут успешными или неуспешными. Но как вы считаете, эти переговоры будут последними или понадобится еще долгая-предолгая серия переговоров для того, чтобы закончить эту войну? Понятно, что для того, чтобы сработали минские договоренности, необходима политическая воля обеих сторон. И, конечно, ситуация, которая сейчас наблюдается в зоне конфликта, явно не такая, которую мы ожидали через много недель после подписания первых минских договоренностей. Еще раз хочу подчеркнуть, что благодаря нашему присутствию на местах, благодаря нашим попыткам налаживания диалога между конфликтующими сторонами, мы надеемся, что в ближайшее время это приведет к долгосрочному миру. Спасибо вам. Это был Михаил Бацюрки, спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. И говорили мы о том, как и когда может закончиться война на Донбассе. Спасибо, счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.